Автомобилей бывают разные. Вот такие вот бывают, такие бывают. Даже вот средство передвижения есть такое. О, а это вообще такая реактивная вещь. Можно и покататься вот так вот. Была у меня вот такая вот машинка Део. Ну, в конце концов, я ездил и на этом. Но речь пойдет об этой машине. LS430. Я решил записать отзывы Яковлева Миши об этом автомобиле. Он вообще-то рассказывает о Тойоте Цельсио. Но, что касается основного мотора, коробки передач, трансмиссии. Это все такое же, как у Лексуса. То есть, с Тойоте Цельсио сделали более простую версию Лексус ЛС430. Но он оказался не менее великолепен, чем сам оригинал. Но за исключением некоторых других. Там фишек, там сиденья складываются передние. Ну, и прочее, прочее. Не назвал он холодильника. Или, возможно, вот Тойоте Цельсио там холодильник спереди. Холодильник в Лексус ЛС430. Там он сзади. Нормально охлаждает. Также заднее кресло с массажем. Массаж там множество различных положений. Вот поэтому я решил не только свое мнение привести, но и его, человека, которого я уважаю. Я хочу на сегодня показать вот эту машину. Чтобы понимали, вот те, кто ни разу эти автомобили не эксплуатировал, вот на что вообще надо смотреть в будущем. От чего надо отталкиваться. Потому что вот именно этот автомобиль, может сказать, что самый лучший японец. То есть, один из самых просто вот офигенных японцев. Вот эта вот машинка, которую я... Она 2002 года. Я ее приобрел в 2007 году. Сначала она мне не понравилась, но по мере ее эксплуатации я стал в нее влюбляться. Ну и давайте немножечко я вам расскажу об этой машине, где я был, как я ездил. Вот сейчас работает парктроник, и мы выезжаем из гаража. Я ее ставлю вот так вот в уголок. И для того, чтобы выехать, необходимо сделать несколько маневров. Хорошо, когда кто-то тебе помогает, потому что боишься, что зацепишь за ворота. Ну вот мы выехали. Прекрасный зимний день. И сейчас мы с вами поедем вперед. Вот она плавно пошла. Снежок. Что я должен сказать насчет снега? Машина заднеприводная. И вообще-то она снега не любит. Если снежок где-то сантиметров больше десяти толщиной, то, увы. Вот на эту горку не каждая машина взберется. Но так как у нас хорошая резина, и все сделано так, как надо, мы без проблем поднимаемся. Ездил я на ней утром, ездил я на ней днем, прекрасно днем. Ездил я и вечером, видите, прекрасно вечером, посвященной трассе промчаться. Очень хорошо. Естественно, за вечером наступала ночь, и ночью нормально все было. Освещение фар достаточное. Хотя, может быть, и получше. Вот ездил по большим городам, таким как Москва, где много огней. Самоезда очень красивая получается, видите, снял. Красотища. Заезжал я в туннели московские. Вот такие вот, хорошо освещенные. Приятно в них, конечно, ехать. Чистота, порядок. Из туннеля выезжал на эстакады, по эстакадам, по улицам Москвы. Это как раз Ленинградский проспект. Тверская, переходящая в Ленинградский проспект. Широкая. Четырехполосная. Можно поманеврировать. Да, Москва, конечно, это приятно ездить вечером. Потому что в обычное время там страшенные пробки. И никуда особо не уедешь. Ездил я зимой, видите, довольно-таки сложная дорога. Еду сейчас в направлении Астрахани. Вот такая вот пурга меня застала. Думал, а не вернуться ли мне назад? А это уже Тульская область. О, какая зима-зимища. Это 17-й год. Мотался. Ездил я летом на море. Прекрасно. По горным дорогам. Вот они такие вот. Красивые места. Виды. Ездил и в туман. В тумане у меня как-то смелости прибавлялось. Я обычно ехал даже побыстрее. Ехал и в таких сложных условиях. Дождь. Хлещет. Стоял в пробках. В Королёве. Вон как раз, видите, ракетка, памятник. Заезд в Москву. Все тут сужается. И стоишь в пробочке. Еле-еле движешься. Ездил я и по провинциальным дорожкам. Это у нас Переслав Залезский. Мне этот город очень нравится. Я на этой машине путешествую по разным местам. Ну, помимо того, что в Астрахани был рыбарил. Вот совсем недавно я и был в Переслав Залезском. А это уже Сергиево Посад. Прекрасный вид открывается. Лавра. Плавал я и на пароме. Видел различные, конечно, неприятные моменты. Вот это Ростов на дому. Вот такая вот авария случилась. Разбились машины. Некоторые в дрезину причем. Вот, как вы сейчас видите. Собирают осколки. Что случилось? Как они разогнались? Трудно представить. Потому что город 60 км в час. Но, тем не менее, вот такое вот бывает. Разобранные мосты. Трасса М4. Ужасная вещь. Особенно летом была. 18, 18, 16 года. Ремонты шли на одном и том же месте по 4 раза в году. Но машинка великолепно ведет. Слушаю музычку. Еду. Несмотря на то, что вроде как зима. Просто торчу. Музыка такая балдежная. Я вне себя от радости. Даже что-то напеваю, как вы видите. Отлично едет. Просто на утро. Все ведут. Куда не уходит. Плавненький. Даже не говоря, что вот он тяжелый. Плавный. С пневмой. Управлять игре не легко. Ездил я и с навигатором. Вы видите. Вот у меня навигатор. Попадал и в тульскую грязь. Без навигатора. И сидел в ней. Как по самое-самое. Приезжал трактор. Беларусь. Тащили меня тросом. Три раза лопался трос. Так я сел. Вот. Не заезжайте в рязь. Она рязи не любит. Думал проскочить. Но вот что вышло. Так. А это я рассказываю. То есть вот этот моторчик был. То есть вот этот моторчик был. Да, совершенно недавно был сломан моторчик. И руль он не выдвигался. Но все сделано. То есть идут какие-то... Ну, будем говорить. Сейчас вернулось. Мелкие. Работа доводчика. Присосало как положено. Все как положено. Е. Работа о томку. Все как положено. Жиг, жиг. С пульта. Замыкаем машину. И с пульта работает. Вот он. 4,3 ВВТА на впуске. 3 УЗ. ФЕ. Представляете? Во-первых. Все чистенько. Все хорошо видно. Для тех времен. Это было тоже, конечно же, ноу-хау. Надежный двигатель. Салон. 16-летняя машина. Кожа в идеальном состоянии. На задень практически никто не видит. Да, кожа тут действительно такая тонкая. Такая какая-то дорогая выделка. Мучка мучка. Дерево, хром. Отличная кожа. Это резина зимняя. Я ее буду цеплять. Это вот колесо было смещено вперед. Но ребята его сделали по центру. Так, как надо. Ни кто не брался. Ни в Москве официальный Лексус. Ни в Ростове. Не брались. А вот тут. Опачки. Мне сделали все как надо, как положено. Вот такие это дела. И теперь машинка в идеальном состоянии. Привода поменены. Все эти подшипники поменены. Сейчас мытье будет. Это поменено. Это тоже поменено. Давай, поясняй. Ну вот это то, что показатели были до. Были. До. Красным это плохо. А это вот уже все в нули вывели. Вот они. Вот они. Нули, нули, нули. Вот все. Подравник подвинули. Это все это сделали. Что там? Направляющие и все это в остальное. Все это, да. Кажется. То есть вот эти два. Это уже которые мы сделали. Перед зад. Вот оно. Вот все. Нули, грубо говоря. Перед зад. Это уже сделано. Теперь ни резины не будет делать, ничего. Ни шуметь особо не будет. Все. Ничего не будет, вот оно. Все нули. Так, теперь. А это вот было. Это было до. Нули. То есть вот минуса. Это красное, да. Негодное. Ну вот из-за этого вот красного у меня два колеса сожрало напрочь. Ну, пускай. Пришлось выбросить. То есть вот это вот оно и сожрало, да? Она начала гудеть. Вырезали. Из-за этого. Длестенько, видите? Поэтому она гудит. Лесенка не поела. Более того, где-то как, как сказали, как шишка, а где-то меньше. Ну, то есть и есть уже лесенка. Поэтому один протектор вот здесь меньше, здесь больше. Она получается шишкой набьет. И гудеть она будет правильно. Да, гудит как зараза. Гудит из-за того, что это. Ну, то есть из-за того, что протектор неравно износился. Округляем. Вот такие вот. 75 литров. Итак, мы с вами заправились. 9,9 литра на 100 километров. Ого. Экономно. 47 километров мы пробежали. Едем уже час. Стоточку едем. Слушай, ну, от светофора до светофора доезжает достаточно быстро. И что вот интересно, тут маленький расход топлива. Как это они допилить? Как они это сделали? Ну, сам владелец говорит. Также у нас, допустим, по борт-компьютерам, такие цифры влезают, так вот по городу, допустим, в 10 или 11 километров. Вот, представляете? 4,3 атмосферный, 10 литров по городу потихонечку, если ездить. По трассе там еще меньше, 8,9. Приятно отметить, машинка по трассе скользит. Скользит, как яхта в тихом море. Вот у нас по небу поднимается жесткость амортизаторов. У нас есть та же самая, типа, спорт-режима для коробки передач. Тоже все в хроме, не здесь все крутое. Ну, классненько, конечно, просто офигенно. Едем мягонько, хорошо. Давай еще гадим, там просто, просто, просто насладиться. Комфортно. Ну, очень хорошая езда, очень, очень. Комфортно. Кап Jasper. Комфортно. Комфортно. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот наша Чернушка прибыла домой Показала свой норов Не хотела заводиться в чужих руках Ставим машину в гараж Это еще старые кадры Когда у меня был GX 470 Вот такую вот резину Как стоит на 470 Надо поставить на 570 И тогда он будет корабль-кораблон Вот эта резина все проглатывает И машина, вот езда на нем Меня поражала Прекрасно машина плывет 570, увы Увы Для меня после GX Жестковатый Освобождаем место Гараж, вот по две машины Заезжает Заезжает В гараж Заезжаем Задом И здесь главное Накатать Траекторию И будь то, что надо Вот мне помогает заезжать Потому что самому Можно заехать Но сложновато Постоянно надо выходить Смотреть Цепляешь Ты не цепляешь Ну давай Постоянно Парковка Дело непростое Очень хорошо переключается Передача Машина, да Сама по себе Айтиген Просто Ну все хочется Ну хочется Это всем людям Ему Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому